Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня уже третий день дождливая погода. На дачу в такую погоду не поедешь особенно, потому что дождь то усиливается, то уменьшается. Ну, в общем, в сырости там чего сидеть. Но я сегодня прочитала, что вроде бы как работают питомники, садовые питомники у Леруа Мерлен и у еще одной компании. В общем, недалеко от нас это все находится. Сейчас хотим с Оксаной попробовать туда съездить, посмотреть, открыты они или нет. У меня есть мечта. Ну, как она? Не то, что мечта. Когда-то мы с Ваней ездили гулять в парк Сокольники, и я увидела там потрясающие красоты растения. Я не знала тогда, как они называются. Мне потом зрители написали, что это гортензия. Так вот, я бы хотела посмотреть гортензии, есть ли они в продаже. И очень бы хотелось посадить их на даче. Ну, а также еще по мелочи купить что-нибудь такое интересное для того, чтобы наш участок был еще красивее, привлекательнее, радовал глаз. Потому что в этом году на даче нам придется провести много времени. Поэтому поехали посмотрим, что есть интересного. Так, ну что, дождь у нас не прекращается. Уже, знаете, вышла из машины. Не знаю, маску одевать, не одевать, но одела. В общем, в зеленопарке работает Дарвин. Все правильно прочитала я сегодня на сайте. Вот такой вот садовый центр. Так что мы сейчас с вами здесь все посмотрим. Я ищу в первую очередь гортензию. Ну и что-то типа какой-нибудь лианы. А встречают нас вот такие вот красивые георгины. 379 рублей. Ну, это вот таких цветов мама маленьких. Она очень-очень много. Типа примула, да? Рассадила это, и она будет потом привозить и рассаживать. Ампельные, да? Ой, какая прелесть. Что же это такое? Глаза разбегаются, не то слово. Это бакула ампельная. Надо сейчас прочитать про нее, что это такое. Но вот мне нравится, что она вот такими вот кустиками идет. Может быть, ее можно тоже вдоль забора пустить. Сейчас клубнику здесь тоже посмотрю в коржике. Посмотрим с вами. Цены, земляники. Ну, а она же там список скинула, что взять. Сейчас возьмем. Вот. Вот, по-моему, гортензия. Так. Гортензия. Вот они, гортензии. Так. Сколько это чудо стоит, интересно? Вот, наверное, циники, да? Нет, тут что-то земляника, земляника. Циников не вижу. В общем, я бы хотела, который голубым цветет с листьями. И вот здесь не очень понятно, вот почему, допустим, вот это что, уже подвявшие или что? А, здесь вот на горшке написано 3 799 гортензия стоит. Ничего ж себе цена. 4 тысячи вот такое вот деревце стоит. Да, 3 799 горшочек стоит. Но нужно, конечно, знать, как высаживать. Я хочу сейчас купить все-таки. Так, а вот это что такое? А, это пионы. Что еще? Это у нас пионы. Так. Розы мне, кстати, писали тоже. Ну, розы я не знаю. Сколько розы я не выращивала в своей жизни. У меня ни одна из роз не прижилась. То есть, это нужно на этом специализироваться. А вот это что за красота такая? Самшит вечно зеленый. 199 рублей кустик такой. Ой, смотрите, сколько какие здесь пчелы. Огромные или шмели, или пчелы. Эрика какая-то. Так, вот здесь вот тоже высажены. Бархатцы. Ну, бархатцы я знаю, что мама тоже делала. Пеларгония. Ой, какой здесь запах обалденный. Здесь вот елки. И деревья какие-то такие. Они сейчас куценькие стоят. Что это? Это жимолость вьющаяся, кстати. А сколько у нас жимолость стоит вьющаяся? 999 рублей. Интересно, а долго она будет, эта жимолость, приживаться? И вот тут какой-то кустик прям такой симпатичный, зеленый. Смотрите, в каком большом горшке. Бересклет европейский. Что это, интересно, за бересклет такой? Ну, удобрения, разумеется, есть все в наличии. Здесь такое царство этих хвойных. Хвойных разных растений. Так, ну а я сейчас хочу пойти все-таки туда виноград поискать. Мне писали про виноград. И гортензии получается только в одном, что ли, варианте. Смотрите, какая красота. Ель тоже 3,399. Смотрите, что ель, что гортензия стоит. А это можжевельник, 999. Есть вот такой вот маленький хвойный микс. Хвойный микс. Я гортензию хочу, а гортензия 3,900. И хочется и кольца. Прикинь, 3,900 гортензия стоит. Ого, давай подешевле. Лена, я хотела спросить, смотри, голубика. И такая есть, какими-то кустами, вот такими. Вот это голубика. И вот такими маленькими. Это ж надо кустов 50, она вся какая-то лявая. Дело в том, что я смотрела сегодня, что вот как ее выращивать. Под нее нужно какие-то хвойные, типа опилок, или что-то такое. Грунт какой-то специальный. Нет, ну это у меня с мамой есть, 890. Ну мы, наверное, вместе с мамой поедем, да, все, кухню. Как считаешь? Ну она что скинула сейчас? Что скинула, давай посмотрим. Спире японское. Ну что такое спире, я не знаю. Вот это тоже что такое, кустистая. А, это тоже спире. Одна побольше, другая поменьше. Что, вот это вот мне очень понравилось. Бакала называется она, ампельная. Мне очень понравилась, симпатичная она такая. Гортензию выбрала вот такую вот. Но мама сказала, без нее не сажать. Мы сейчас на дачу же отвезем все это, Оксана? Ой, я прям предвкушаю. Я единственное, что смотрю, что у нее засохшие вот листья. Потому что все-таки не дешевое удовольствие. И хочется, чтобы... Ох, эти глазки. А вон там, смотри, какое красивое вот это вот тоже растение. Что я вам показала, надо, что-то не годится. Надо кассетные. Это прямо куча они растут. У меня кассетные. В смысле? Я хочу вдоль этого, вдоль забора посадить. По забору вот это вот. А, вот эти? Бакала, ампельная тоже. Тоже бакала, только та беленькая. А это, видишь, голубенькие цветочки. Красота. И пойдем сейчас землю нужно взять. Для этой специально. Ой, здесь глаза разбегаются, знаете. Только у меня все зависит от размера кошелька. Огурцы. Сейчас семена в магазин зайдем. Оказывается, магазин открыт. На удивление. А самое, что еще интересное, людей здесь много, да? Грунт для гортензии специальный. Нашла. Здесь никто не слышал о дистанции. Котели здесь 16. Ручная конструкция или нет? Ну, такая, мне кажется, удобная качеля. Но сейчас пока что не до качеля уже. Лавочки разные. Смотрите, какая красота. Лавочка все, допустим, будет в цветах. Шезлонги. Что только нет. А здесь, Оксана, огурцов нет? Нет, магазин с ним нет. Опа. Решили зайти внутрь. А здесь тоже глаз радует. Смотрите, сколько рассады. И капуста здесь. Чего здесь только нет. Кругом одна рассада. Смотрите, какая живая стена, как вы там в Крыму. В Крыму в аэропорту. Вот такая вот. Почувствуйте себя в аэропорту сейчас. Там такая вот стена из таких тоже растений. Как это красиво смотрится. Оксана, а вот здесь уже рассада с огурцами. Маме нужны именно семена? Да, мама сказала, именно семена. Может быть, рассаду уже купить? Ну, ладно. У нас мама главный генерал. А мы так. Помощники. Орхидеи оцененные. 399 рублей стоит. Ну, тоже как бы не совсем дешево. Но, тем не менее. Те посоветовали. Сказали, что вилами копать удобней. Нежели чем лопатой для женщин. И вот, я смотрю, здесь вилы продаются. Только непонятно. Ездят 649 рублей, ездят 1790. В общем, здесь безумно красиво продаются мебель, комплекты мебели. Но это, конечно, нужно, чтобы под крышей все стояло. Потому что иначе все придет в негодность. Ну, или подушки убирать там, не знаю. Протанк рассыхается или нет. Вот симпатичный плетеный наборчик. Вот такой вот стоит 17 990. А я, смотрите, с вилами. Баба с вилами, что называется. Здесь из дерева кресло-качалка. Но ее, наверное, нужно лаком, скорее всего, покрывать, чтобы она не испортилась. Чего только нет. Вот такую, кстати, лавочку мне предлагали на обзор присылать. Откуда-то. А сколько она, интересно, здесь стоит? Там, может быть, побольше. Скамейка садовая. Это перевертыш она, знаете, чтобы, допустим, ты сидел, тебе удобно было. 1290 такая стоит. А мне предлагали какую-то за 2000. Кого я должна искать? Так надо спросить у продавцов. Сейчас спросим. Для бани, смотрите, какая прелесть. Не, я показала кресло своей мечты. Здесь вообще в разные стороны. Вот ваню надо купить. Ваня, у меня любитель повозиться в воде. Большой бассейн у нас нет возможности поставить. У нас нет воды. У нас колодец есть. Сколько стоит, это непонятно. Видите, две табуреточки. А, это вообще для песка. Ну, в принципе, для воды-то это же тоже можно использовать. А вон там целая горка есть для воды. А? Оторвалась. Ага, я здесь. Вот спросила у девушки, где огурцы. Я с Василией там не нашла. А-а-а. Ну, вот песочница с горкой 2 990. Сейчас посмотрю. Ну, тебе же это же сказала, эта женщина, что у них нету. Смотрите, конечно, приходи. Вот странно, мне непонятно немножко. Дарвин вот открыт, мы вам показали. А Леруа, к сожалению, закрыт. Леруа закрытый, вот сад у них закрыт. Я вот думаю, они только через интернет, да, продают? У них же вот растения все эти погибнут, которые на улице. Начали люди писали, не знаю, что. Дистанцию не соблюдали. Нет, парень говорит, давно закрылись. Давно? Ну, а, конечно, там и мангалы, и качели, и все, что хочешь. Отличный магазин, самый лучший. Нет, они через интернет работают, это я знаю. Ну, просто вот эти растения, их очень сложно через интернет покупать, потому что ты не видишь, что ты покупаешь. Ну, на пилу надо. И не видишь, что тебе привезут. Вот привезут тебе вот это растение. Я сейчас выбирала, выбирала, чтобы там вот этих листьев загнущихся не было. Много растений, у которых вот листочки подвявшие. А я как начинающий садовод, любитель, да, все-таки, ну, не знаю, как это потом в дальнейшем на растения подействовать. Ну, вот, моя красота. Не смогла я сегодня. Ну, единственное, что вот кто любитель растений, кто знает садовод, у меня такие есть, я знаю. Подскажите мне, пожалуйста, вот эти вот листики, я смотрю, что подпорчены. Вот, что сейчас обрезать там, допустим, этот кустик. Ну, я сегодня, конечно, тоже в интернете поищу эту информацию. И вот эти вот, куда их лучше посадить. Купила себе вилы. Купила от сорняков такую палку-копалку. В общем, все как надо. Чтобы было все как надо. Сейчас у нее там будет полный, смотрите, сегодня залило у нас все. Надо было, наоборот, не делить колодца. Представляете, какой дождь был сильнейший, что залило сегодня получастка. А что, там полный колодец? Ну-ка, пойду посмотрю. А я, как всегда, в своих таких... Ну, мне удобно сейчас тепло на улице ходить в них. Слушай, а мне написали, кстати, Оксан, что, говорит, это у вас дом в плесени. Это не грязь, а плесень. Ну, что? Чем отличается? Не знаю, говорит, как у вас так засрался? Как будто мы его... Как будто мы его это... Ну, говорит, как плесень. Может быть, чем-то против плесени пройтись надо? Сейчас посмотрим, сколько в колодце воды. О, точно, смотрите. Вчера было очень-очень мало, а сегодня прям практически доверху. Мама переживала. Посмотрите, какой ливень. Вот вам и три дня. Так, ну и помощи вашей прошу. Куда мне посадить вот этот куст, который я купила? Потому что мама-то вот у него где-то здесь посажи. Я знаю, что он должен быть в тени и должен быть где-то в месте, где влажная почва. Ну и, разумеется, как вы понимаете, я хочу куст, чтобы он был вдоль вот этой вот решетки. И вот я так думаю, что посадить где-то его надо, наверное, вот где-то вот здесь. Где, куда лучше, в какое место. Вот здесь вот, думаю, если его посадить. И как-то там еще вдоль решетки он будет. А здесь я прям посадила в неурочный час, что называется. Смотрите. Неужели клематис... Ну, княжик, да, неужели он у меня не вырастет? Не знаю, не знаю. Ну, вот зато за эти три дня вы посмотрите, как все расцвело. То есть вот дождь, считайте, вот пролил. И посмотрите, как уже какие малюсенькие такие листики распустилось. Еще три дня назад вот этого всего не было. Яблони уже тоже с листиками. А самое главное, больше всего, что меня напрягает, это вот эти тучи махровые. Что сейчас, скорее всего, дождь еще раз ливанет. Тюльпанчики, посмотрите, тоже хотят распуститься уже. Уже два, вон они созрели. Клыбничку я вам вчера не показала, что я ее пересадила. Вот одну. Вот одну пересадила сюда. Сейчас мы еще вот землю купили. Еще земли сверху насыпем. Ну, посмотрим, насколько хорошо будет ей здесь сидеть. Ну и все. Мы, собственно говоря, сейчас с Оксаной заехали. Только вот завести. О, посмотрите, какие лужи. Завести все это дело. И поедем сейчас обратно, потому что сейчас опять начнется дождь. Пошла домой и сказала Ване, что говорю, Ваня, давай мы с тобой договоримся. Через 20 минут ты пойдешь заниматься на тренажере. Сейчас вам покажу. И забыла про это успешно. То есть поставила на таймер и забыла. Смотрю, Ваня все время у меня что-то бегает на кухне. Ну, почему он у меня все туда бегает? Что он все там ему надо? Вот что-то подбежит, убежит, подбежит, убежит. А здесь таймер. Минута осталась. И он бегает, сверяется. Сколько времени ему осталось до тренажера. Сейчас пойду вам покажу, как выглядит тренажер. Так вот, смотрите. Тренажер по чистописанию. И здесь нужно обводить и писать текст. Ваня, зачем ты там уже разорвал? В общем, договорились с Ваней потихонечку писать, чтобы он здесь... Что разорвал? Вот здесь страница уже порвана. Где? Вот здесь. Так, она раньше была. А, раньше. Она сама порвалась. Я правильно сказала? Сама порвалась? Нет. Там были капельки от воды. А капельки сами появились. Вот, в общем, ну, сейчас у нас каникулы у детей. 15-го числа вроде говорят, что там будет уже аттестация. Ну, у них аттестация какая? У них оценок нет. Но так как он очень плохо пишет, то, соответственно, как бы вот приняла решение хотя бы вот таким вот образом, чтобы он обводил, чтобы у него вот были... Была тренировка руки, чтобы он хоть что-то выводил. Он, конечно, очень сильно сопротивляется мне. Но, тем не менее, как бы нужно это делать. Ну, у Вани одни игры в голове. Сейчас смотрю эфир шпака. А Ваня ко мне пришел и говорит, мам, посмотрела, у меня получилось красиво слово ладонь. Дай посмотрю. Ну, обвел прям вообще замечательно, Вань. Но вот если бы ты рядом еще не обводя просто написал точно так же слово ладонь, да, не обводя, то это было бы шикарно. Давай сверху ты мне так напишешь. Не-не-не-не-не-не-не. Ладно, иди дальше обводи. Я слушаю шпака, конечно. Ну, шпак, он как бы подводит итоги под всеми новостями. Сегодня выступал президент, выступал Собянин. В общем, много кто выступал, вы сами все это видели. И выходит так, что, в общем-то, я вам тоже об этом то же самое говорила, что не скоро мы еще выйдем из этой ситуации. Неизвестно, каким образом мы выйдем из этой ситуации. И неизвестно, кто выйдет из этой ситуации. То есть, кто выйдет на свои рабочие места, будут ли рабочие места. И я вот тоже, мне, знаете, вчера такие комментарии, ну, как бы разные, да, и я обычно не блокирую людей, очень редко. Когда вот прям совсем мне вот доставляет дискомфорт, и я вот, ну, вот, знаете, как собираешься силами прочитать комментарии, потому что понимаешь, что там сейчас будет какая-то очередная гадость, и уже вот, если там на какие-то оскорбления переходит речь, то я уже блокирую человека, чтобы уже не портить себе нервы. Зачем мне это нужно? Я же не буду приглашать к себе в гости какого-то знакомого, который будет постоянно говорить мне гадости. Ну, а канал, собственно говоря, это мой дом, да, и зачем мне такие люди нужны? Вот, так мне вчера написали, что вы все окажетесь коммунарки, чтобы в итоге вся ваша семья окажется в коммунарке. Так вот, для тех, кто не знает, что в коммунарку попасть довольно-таки тяжело, что если вы думаете, что вы заболели, и вы попадете сразу же в коммунарку, то коммунарка – это одна из лучших больниц в Москве, и попасть туда, туда попадают только, знаете, лучшие из лучших. Ну, я так думаю. Во всяком случае, я про это слышала. Вот, и на что у меня справедливый ответ, понимаете? Разрешено работать магазином продукты питания. Что значит магазин продукты питания? То есть они же есть разного формата. У нас маленький магазин. У нас как раз-таки не очень большая проходимость, покупателей немного, и у нас держат между собой дистанцию. Ну, и как бы у нас не бывает такого, что там прям вот такое какое-то большое скопление людей. То есть нам удается это поддерживать за счет того, что не так много покупателей, да? Ну, то есть как-то они распределяются по времени, нет толпы. Но есть сетевые магазины, большие сетевые магазины типа Ашана, которые я вам показывала недавно, и никто там никакую дистанцию не соблюдает. Да, на кассе, когда стоят, дистанцию соблюдают. Но даже, знаете, как-то я в ТикТоке, по-моему, увидела, мне так нравится это приложение, стоит две кассы друг к другу. То есть вот по горизонтали, ну там или по вертикали, да, дистанция сохраняется полтора метра. Но эти две кассы, они граничат вот так вот друг с другом. То есть как бы два человека, они от одного до другого, да, стоят полтора метра. А вот рядом, которая касса, они стоят бок о бок фактически, получается. Так вот здесь полтора метра не надо. И там говорят, а что, вирус у нас только по горизонтали распространяется, там или по вертикали, а по горизонтали он никак. Здесь то же самое. То есть я не понимаю, реально не понимаю, ну может быть вы мне напишите, объясните, да, что почему, если в магазине находится столько людей, столько людей трогают товар, допустим, там ну все приходят, многие сейчас приходят в перчатках, в масках, понятно, да. И в любом случае воздух там, да, в магазине циркулирует, соответственно, и все остальное, находится много довольно-таки людей. И как бы, ну магазин это такая жизненная необходимость, куда постоянно люди ходят, потому что продукты нужны, да. И особенно там, допустим, свежий хлеб, он нужен каждый день. Может быть максимум через день. Почему? Вот я тоже не понимаю, допустим, салон красоты, где обычно находится, особенно маленький салон красоты, допустим, два человека или три человека, посетителя. И между ними тоже расстояние там, ну как минимум полтора метра обычно бывает, да, между столами. Ну я не беру там вот типа салона Лейна Лининой, ну беру частный салон, вот допустим, куда я хожу. Там между столами как раз-таки один мастер, второй мастер, полтора метра. И в комнате помещается всего лишь четыре человека, то есть два посетителя и два мастера, соответственно. Почему они не могут оказывать услуги? То есть если вы пришли вот в магазин, в общественное место, вы пришли в маске, да, в перчатках, купили продукты, походили по магазину, все. Мама, я доделал. Отлично, молодец, неси на проверку. Вот. Почему вы не можете пойти там, допустим, сделать себе стрижку, не можете сделать себе маникюр? То есть в маникюрных, в салонах, да, там всегда обрабатываются, ну обычно, обычно в хороших салонах всегда обрабатываются инструменты. Очень часто бывают даже одноразовые инструменты. И, соответственно, почему вы не можете пойти. Кстати, тебе вот этот вот человек принес. Да, ну при том, что там людей гораздо меньше, чем в магазине. И за день там людей проходит гораздо меньше, чем в магазине. То есть, ну вот, честно, я не понимаю. А ведь это бизнес, это вложенные деньги. Мне прям, знаете, иногда я с одраганием и с огромной, с огромной печалью вот думаю об этом, потому что это вложенные деньги, это вложенные деньги в оборудование, в помещения, которые обычно помещения под салоны красоты мало кому принадлежат, да, ну там может быть большие, кому-то принадлежат. А в основном они арендуют эти помещения. И эту аренду они платят, соответственно, с выручки. И платить, допустим, аренду, когда выручки нет, ты, соответственно, плачешь все это из своего кармана, если у тебя есть накопление, да. И не понимаю, почему нужно губить это на корню. Ну почему не прописать правила там, допустим, да, что там не более там четырех человек по записи, по очереди, с определенными мерами защиты. То есть, ну непонятно. И вот таких вот примеров довольно-таки много. Дарвин может работать, или Роан не может работать. То есть, ну как-то выборочно, понимаете. То есть, ну, то есть я так считаю, что либо для всех одни и те же правила, либо для всех должны быть прописаны какие-то тоже универсальные правила, чтобы это было по-честному и правильно, да. И чтобы у нас ценили труд предпринимателей, особенно вот индивидуальных предпринимателей, где практически вся ответственность лежит именно на самих предпринимателях. У людей должна быть возможность работать, чтобы зарабатывать деньги и для того, чтобы жить. Ладно, давайте вместе с вами проверим, как Ваня мне сегодня написал. А написал он вот таким вот образом. Он причем у меня приходил, спрашивал значение вот этого слова. Мама, что это такое вообще, для чего это нужно? Ваня, ну, немножко съехал, но в целом неплохо. А что ты такой довольный скачешь? Все, свобода попугая. Зато я тебе следующий текст покажу. Вот следующий текст будет целую страницу нужно будет написать. Чего? Ну, целую страницу, ну, ознакомьтесь. Ну, это на завтра тебе, держим. Сегодня мы с ним прочитали две страницы. Ну, в смысле, Ваня прочитал две страницы, я ему больше. У нас как? Через одно на две. То есть я читаю две, Ваня одну. Я читаю две, Ваня одну. Он мне кричит, что он умеет читать, но он глотает иногда окончание. То есть он читает не по слогам, читает сразу все слово. И иногда слово угадывает. И окончание там или еще что-то совершенно другое придумывает. Вот, то есть он угадал слово, у него совершенно другое слово там получается. Я, кстати, недавно прочитала в Инстаграме одного известного блогера, ну, которого вот девушку я смотрю, что ей очень нравится вот это вот обучение дома, что никуда не нужно ребенка вводить в школу, что можно самому контролировать его обучение. И все такое. Я против категорически. То есть, я считаю, что обязательно должен быть учитель, профессионал, специалист, который донесет до вашего ребенка вот все эти знания. Во-первых. Во-вторых, обязательно работа в коллективе, общение с коллективом тоже никто не отменял. Вот. Ну, а что вы думаете по этому поводу, напишите. Ну, а на этом сегодня у меня все. Спасибо большое, что вы были со мной. Ну, и, как всегда, всем добра, удачи, позитива, здоровья. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока. Убегая от снов и от прожитых лет, все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь, и ни больше, ни меньше. А глянись за собой, сколько в жизни сплелось, сколько судеб к тебе прикоснулось. Пусть полжизни прошло, как у всех на авось, и удача другим улыбнулась. Поговорим за жизнь без треха, без пустого. Есть слово тут, друзей, честное слово. Поговорим за жизнь без треха, без пустого. Есть слово тут, друзей, быть сможет не ты.